Добрый день! С вами портал Богопознание и сегодня мы поговорим о системе оповещения или о рассылках нашего портала. Как мы уже говорили, за полтора года нашего служения мы собрали очень много материала, опубликовали его на различных ресурсах и мы продолжаем это делать. То есть, постоянно идут поступления новые, обновления. Мы также занимаемся технической структурой портала, разрабатывая какие-то новые ресурсы или улучшая существующие, или удаляя те, которые не сработали, которые оказались ненужными. Для того, чтобы держать вас в курсе всех ключевых событий портала, мы разработали систему оповещения. То есть, тем или иным способом вы можете знать, что происходит на нашем портале, что было добавлено, что было изменено. Как же это работает? Давайте это и разберем. Как показано на этой диаграмме, все обновления со всех ресурсов, всех изменений стекаются в некий ресурс обновлений. То есть, все, что происходит на нашем портале, попадает в нашу систему обновлений. И первое, что мы делаем, это сообщаем о всех ключевых обновлениях на центральной странице сайта. То есть, вам никуда не надо ходить, вы просто заходите на наш портал и смотрите, что происходит. Это наиболее быстрый, наиболее доступный способ узнать о ключевых событиях, происходящих на нашем портале. Вы также можете подписаться на рассылку нашего портала. Это очень важный для нас ресурс, потому что через нашу рассылку мы посылаем вам и ссылки, и вы, в общем-то, своевременно узнаете о всем, что происходит на нашем портале, получив специальное сообщение о новостях нашего портала на ваш почтовый ящик. Если по каким-либо причинам вы не хотите подписываться на рассылку нашего портала, вы можете также подписаться на обновления через Facebook или Twitter, и через эти ресурсы вы получите уведомления о наших обновлениях. Давайте перейдем на сайт, и я покажу вам, как все это работает. Страница обновлений. Вот вы видите, что все обновления публикуются на центральной странице этой секции. Кликнув на любой из этих обновлений, вы увидите, о чем идет речь, включая ссылки на материал, опубликованный материал. Вы можете также просмотреть все обновления, кликнув с левой стороны на кнопочку обновления. Вот с левой стороны обновления. Для того, чтобы подписаться на обновления, речь идет о рассылке. Щелкаем на ссылке «Рассылка», видим специальную форму, указываем свой адрес, говорим о подключении или отключении. Все остальное не обязательно, по желанию. Мы заботимся о сохранности вашей личной информации, и поэтому гарантируем, что ваша информация о ваш личный электронный адрес будет использован только для рассылок. Вы также можете самостоятельно подключиться и отключиться от нашей рассылки, кликнув на ссылки «Google Groups». Кликнув на это ссылки, вы увидите специальную форму, которая позволит вам или отключиться, или подключиться к нашим ресурсам. Ссылки на Facebook и Twitter, соответственно, находятся с левой стороны. То есть, система обновлений находится в секции с левой стороны и состоит из четырех ссылок на список обновлений, на форму рассылок, на Facebook и на Twitter. Мы надеемся, что система оповещения будет для вас полезной. Мы надеемся, что вы будете использовать ее. Таким образом, вы будете в курсе всех событий, которые происходят на нашем портале. Вы не упустите ключевых моментов. И все, что происходит, будет в ваших руках, и вам уже решать, что с этим делать. Спасибо большое за то, что вы стали участниками этого проекта, просмотрели это видео. Спасибо за использование наших ресурсов. Да благословит вас Господь.